Итак, друзья, всем привет! Сегодня очередной видосик про комп, и сегодня я буду менять вентиляторы, которые у меня стоят спереди, Cool Moon, на вентиляторы Leon Lee, которые мне очень понравились. Так как доллар упал, и на Алиэкспрессе ценники стали очень привлекательными, я поэтому пошел и закупил их там. Пришла еще одна коробка, а так как в планах у меня на будущее есть поставить корпус Leon Lee Dynamic XL, там нужно будет таких 9 штук, даже 10, поэтому мне придется купить еще один комплект, но это будет позже. Сегодня, собственно, оставим эти вентили, распаковка по ним есть, сейчас вкратце покажу, что внутри. Для начала давайте покрутим со всех сторон. Коробка просто в идеальном состоянии, потому что в этот раз ее догадались положить еще в картон, это просто круто. Ссылку на продавца я сказал в описании, проверим. Три проводка, так как их можно подключить по отдельности, инструкции, три вентилятора, каждый из своей тупорчатой упаковки, и в каждом пакете еще лежит наклеечка. То есть здесь, соответственно, середина вот такая вот светлая, когда крутишь, чтобы было похоже на диски, так понял. Есть еще в комплекте черный, но можно ее после лепить, будет черная наклейка. Вентиляторы очень тихие, и самый большой плюс, подключение используется без проводов, потому что здесь есть с одной стороны папа, с другой стороны мамы. Соединяется в ряд до четырех вентиляторов, защелкивается и подключается к контроллеру. На контроллере четыре разъема, и также этот контроллер можно синхронизировать еще и с материнской платой. Но с материнской платой я синхронизировать не буду, так в принципе мне удобно все это с приложением делать. Еще вот такая коробочка, в ней идет уже непосредственно сам контроллер. Вот так он выглядит, будет записным, потому что к одному контроллеру можно подключить 16 вентиляторов. Четыре на четыре. В комплекте идет три комплекта вентиляторов, проводки подключения, подсветки, скорости вентиляторов к материнской плате. Вот такой вот переходничок, это RGB на три вольта, если вы захотите вдруг синхронизировать через материнскую плату. Скотч трехэмовский двухсторонний, еще скотч вот такой потоньше. Этот разъем для питания контроллера. Здесь мы видим рекомендации по установке. Вот как можно их ставить, один, два, либо четыре, либо три. То есть как вы захотите, это все можно подключить к одному разъему. Здесь показано как подключать разъем. И здесь рекомендации, если у вас проходит водяное охлаждение, здесь с одной стороны разъема нужно залепить какой-нибудь изолентой. То есть нужно быть осторожным. И с обратной стороны инструкции схема подключения контроллера к вашему компьютеру. Ну и вторая инструкция, это здесь небольшая инструкция по настройке программы Leanly, которой вы будете пользоваться для настройки этих вентиляторов. Сейчас я вам ее покажу. Выглядит она вот так, простейший. Сейчас у меня здесь подключены три верхних вентилятора. Вот к этому разъему у меня подключен один задний вентилятор, тыловой. То есть всего их у меня там сейчас четыре стоит. К третьему разъему я сейчас подключу передние три вентилятора. А к этому разъему четвертому у меня подключено управление подсветкой, водоблока, ведюхи и помпа. То есть 5-ти вольтовыми подключены здесь. Я разобрал вот такой один проводок. Взял от него только подключение штатное, чтобы можно было к контроллеру подключить. Здесь соответственно разобрал, отпаял. И сюда уже подключил водоблок ГПУ и помпу непосредственно к саму подсветку. Здесь, напоминаю, идет 5-ти вольтовая подсветка. Подсветку здесь можно выставлять любую. Здесь вы можете выбрать режим PVM. Это режим, при котором у вас будут обороты считываться через материнскую плату, через BIOS. То есть вы выставляете на материнской плате в BIOS, допустим, в зависимости от температуры процессора, скорость вращения вентиляторов. И здесь он их считывает и здесь ничего настраивать больше не нужно. Видите, он скачет 810, 840. Это управление идет через BIOS. Оба вентилятора у меня настроены одинаково. Также здесь есть предустановки, квит, высокая скорость, полная скорость и ручное. То есть в ручном я, наверное, сейчас выставлю передние вентиляторы и поставлю где-нибудь на 800-900 оборотов, чтобы они быстрее не разгонялись. Потому что передний вентилятор у меня там нет радиатора никакого. И мне это не потребуется. Когда я перейду уже на новый корпус, то, соответственно, каждый будет отвечать за свой радиатор. И один, одиночкой будет у меня стоять там, допустим, задний вентилятор и три будут впуск снизу. То есть они будут тоже стоять на ручном управлении. Вот такая программа, ничего сложного, все легко регулируется. Также регулируется скорость переливов этой подсветки и яркость этой подсветки. И также вращение. Кто не смотрел видос, переходите, у меня есть видос на канале, постараюсь ссылку оставить в описании. И там вы увидите более подробный обзор. Ну а сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Вот они спереди у меня стоят 340-х кулуму. Ну, они пойдут, скорее всего, на авито. Сам комп. Верхние три вентилятора. И вот этот один задний, он тоже там стоит, 120-й радиатор. Давайте снимем стекло, потому что мне сейчас комп все равно разбирать. Ну и вот так вот все это у меня дело выглядит без стекла. Вид снизу. Вот эту подсветку можно настроить. Она у меня, соответственно, вот синхронизирована. Водоблок ведюхи. Помпа. С нее, кстати, убрал крепление, которое здесь было. И приклеил просто вот здесь, видите, там наклеечка была в комплекте. Такая толстенькая. Я поставил, в принципе, на нее прямо тут, на стекло. Все, в принципе, работа в штатном режиме. Добавил с вами еще здесь водоблок HitKiller. Четвертый. Фулл никель. По нему видосик, я думаю, что уже вышел на канале. И вы это можете посмотреть, перейдя в плейлист. Кастомное водяное охлаждение. Все, сейчас вытаскиваю комп. Снимаю переднее стекло. Снимаю заднюю крышку. Отключаю все провода. Да, вытаскиваю вот этот контроллер Cool Moon, вот он внизу лежит. Он мне больше не потребуется. Это, опять же, один из факторов, почему я это дело все разбираю. То есть, мне скорость вентиляторов передних нужно при включении каждый раз убавлять. Потому что здесь три скорости, он все время включает их на максималку. Да и вообще, минимум пультов это будет намного удобнее. Здесь это все вынимается. Вот эта вся пластина, к которой крепятся вентиляторы. Здесь есть вот такая вот сетка. Видите, сколько пыли они сохраняют, защищают. Вот эта бы вся пыль у вас была бы в компьютере. А тут она стоит вся в сеточке. Надо ее будет помыть. Вентиляторы может показаться, допустим, здесь, видите, болтик. Прямо вот тут винт стоит. Вроде бы как бы открутить. Но у этого корпуса есть замечательная штука. Во-первых, вот так вот все разбирается. Вверх. И передняя рамка крепится вот здесь вот на шести винтах. Вот один, там второй и третий внизу. И вот эта вся рамка целиком вытаскивается наружу. На ней уже прикреплены вентиляторы. То есть вы сначала закрепляете вентиляторы, потом все встали туда и протаскиваете провода. Провода идут у меня все здесь внизу. Ну а сейчас, соответственно, будет один проводочек уходить туда, по краешку и в контроллер. Все разбираю, устанавливаю и показываю вам, как это все выглядит. Погнали. Все, собственно, ком переехал. Готов к разбору. Вентиляторы подготовил. Заднюю крышку всю разобрал. Здесь, собственно, выглядит вот так. Вот у меня закреплен контроллер на месте под SSD. Здесь два разъема под SSD. Здесь у меня прикреплен контроллер, который я могу отцепить и снять. К третьему разъему, он у меня сейчас пустой, как я и говорил. К нему сейчас буду прикреплять вот эти передние вентиляторы. Ну, для начала нам нужно отцепить все передние вентиляторы. Питание этого контроллера. Вот так вот он крепится. Питается, вернее. К обычному Оликсу. Затем идем наперед. Вытаскиваем провода. Ну и затем рамку целиком. Просто 6 винтов откручиваю и вытаскиваю сюда. Корпус у меня стоит Deepcool Matrix 70. Видос есть на канале, ищите. Дальше просто эту рамку целиком все вот так вот вытаскиваю. К ней уже, соответственно, крепятся все вентиляторы. Сейчас просто перекручиваем на эти. Черные. За черной стенкой будет красиво. Все, ребят, сейчас соберу, покажу, что получилось. Все, собственно, готово. Все вентиляторы откручиваем. Все в руках. Получаем вот такую рамку. Дальше с этим вентилятором соединяем в один. В один большой. Получаем вот такую вот тему. И уже потом крепим ее к рамке. Соответственно, где-то у нас в таком виде будет. Вот так вот выглядит комп без передней стенки. Хороший доступ для обслуживания. Помпы к радиатору. Кстати, хотел подтянуть. Последний раз разбирал, переднюю стенку не снимал. Это разъемчик. Можно чуть-чуть подтянуть. Внизу стоят у меня жесткие диски. И непосредственно полка стеклянная, на которой установлена помпа. Как-то так. Вот теперь у меня дилемма, куда их поставить. То есть, они же 120-е. Соответственно, они будут не во всю же ширину. Либо чуть-чуть сверху. Либо чуть-чуть снизу. Мне кажется, наверное, как-то вот так. Чтобы сверху и снизу было одинаковое расстояние. И здесь, и здесь. Там еще с той стороны будет сетка. Вот здесь по этому отверстия здесь не будет. Сетку я вам уже показывал. Да, наверное, я все-таки сделал посередине, чтобы это было посимпатичнее. А провода я выведу сверху. Потому что снизу их до контроллера будут вести далеко. Хотя, может, их и хватит. Давай прикинем провод. Ну, провода здесь идут в районе 30-и где-то сантиметров. Так, снизу не хватает. Прямо так и просится наверх. Потому что, когда вверх ставлю, поток у нас дует, соответственно, в сторону моторчика. В сторону вот этих вот наклеек. Меня нужно вдувать туда. И вот отсюда я все это дело протянул. Если я разворачиваю вниз, вот так вот, то, соответственно, у меня будет... Вот эта клипса далеко. И все провода будут с той стороны, где мне они не нужны. Все, собственно, к рамке все закрепил. Ставим на место. И осталось затянуть только винтами эту рамку. Собственно, все собрал. Вот так вот получилось. Сейчас на место уже покажу. Покажу подсветку. Здесь контроллеру чуть-чуть переставил. Задний вентилятор я подключил к третьему разъему, передний ко второму. А верхний у меня будет по первому. И вот так вот у меня убрался проводочек. Ну, соответственно, здесь можно вот так вот стяжечками сделать. Можно ничего не делать, потому что сзади черная стенка, и будет все равно ничего не видно. Как обычно. Все это делать, и закрываем. По разъемам, смотрите. Вот этот разъем у нас получается питание SATA. Этот разъем подключается по USB к материнской плате. Вот этот разъем у нас подключается к управлению через вентилятор. Вот здесь он уходит на материнскую плату по одному проводку. И вот здесь еще у нас разъем для синхронизации с подсветкой материнской платы. Но я ее не использую. Все, закрываем крышки, ставим на место и смотрим, что из этого получилось. Вот такой видочек. А это куда? На Авито, наверное, да? Все, погнали собирать. Ну что, ребят, все собрал. И могу сказать, что смотрится с этими вентиляторами даже, по-моему, поинтереснее. Вот так это дело выглядит. Сейчас подсветка включена на полную. Там появилось, наконец, какое-то пространство. Мне еще нужно было запустить программу, потому что автоматически она запускаться не хочет. Хотя я его автозапуск поставил, но автозапуск не видит свою программу, не запускает. То есть он пишет, что она запущена, но она не запущена. Так, активируем все настроечки. Третий у нас теперь получается, это задний, а второй это у нас передний. И передний мы поставим с вами вручную. Ну, пусть на 900 работает. Все, обороты вышли на положенный уровень. А остальные все работают от процессора. Не, по-моему, они сюда больше подходят, чем стояли те. Прямо, ну, красиво. Красиво. И самое интересное, корпуса их не видно. Вот такие вот дела. Ну, соответственно, цвет вы можете высыпать любой. Могу все в зеленый сейчас стилизовать. И на материнке, соответственно, тоже. По материнке, как вы заметили, кстати, у меня теперь работает подсветка. Мне помогла сервисная поддержка Gigabyte. И мне прислали прошивку. Я ее обновил, и все у меня заработало. Спасибо вам отдельно. Если хотите, могу сделать отдельный видос и рассказать про это подробнее. Вот так это дело выглядит, когда темно. 27 градусов вода. Поток 90. Поток, конечно, с этим водоблоком поупал. Ого-го-шечки, го-го-сеточку туда поставил. Там стоит сетка. Поэтому здесь подсветку так сильно не видно. Но спереди, конечно, стало посимпатичнее. Что скажете? На этом у меня сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте. Встретимся на стримах. Все мои контакты в описании. Всем пока-пока.